Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк, и вы уже прекрасно знаете, насколько я люблю путешествовать, изучать новые страны и необитаемые острова. Сколько эмоций, новых впечатлений я получаю от нового и неизведанного. Но сегодня я бы хотел немного поностальгировать и вместе с вами погрузиться в сказочную атмосферу украинских Карпат. Это мечта! Это мечта, друзья! Внимание! Это видео было снято в 2020 году. Самое время отдыхать. Да, друзья, мы снова в Карпатах. Снова в тех местах, где отдыхает душа, где время как будто останавливается, чтобы ты смог вдоволь насладиться красотами гор и быстрых рек. И даже проехать тысячу километров за день – для нас это не преграда. А всего пару остановок на кофе и разговоры о предстоящей рыбалке и нашем новом приключении. В общем, первое впечатление о рыбалке – приехали сразу на речку. Сейчас светит солнце. В привычных местах рыбы не оказалось. У нас сейчас ситуация такая, что под тем берегом мелят и под наши мелят. По центру лежат валуны и идет основная струя. И вот случайно заметил в очках, что там происходят какие-то всплески, перевороты рыбы. Задержались, посмотрели, а там оказалось ее очень много. Сейчас пробуем ловить на резину, так как ее можно задержать на одном месте. Есть уже некоторые пички, рыба начинает выходить. Сейчас будем разбираться и, думаю, в скором времени покажем уже в кадре именно ту рыбу, которую мы заметили. Рыбка упорно не сдавалась. Все привычные места, в которых мы ловили прошлые годы, своих плодов не приносили. Сотни забросов и смен приманок давали лишь аккуратные поклевки мелкой рыбы. Здесь, как ни кстати, подходит пословица – волка ноги кормят. А для нас пройти еще пару километров вдоль реки – это вовсе не проблема. А наоборот, лучшая мотивация, чтобы найти свой трофей. Итак, друзья, смотрите, какой интересный участок у нас есть. Такой небольшой водопад. Камни прям каскадами, под ними очень много укромных мест для форели. Есть тенек, есть быстрая вода, насыщенная кислородом. Соответственно, место обещает быть результативным. Так что пробуем, упираемся. Сначала ловить буду на силиконовую приманку, белая личинка. Как обычно, все по классике, ничего нового для вас. Потом будем перебирать уже железом или воблерами вперед. Очень часто бывает такое, что ты ловишь возле себя и уже хочешь выматывать приманку. И прямо с под камня, на котором ты стоишь, выскакивает достаточно большая форель. Поэтому не нужно недооценивать места, которые рядышком с вами. Облавливайте все внимательно. Хочу сменить сейчас приманку с силиконовой вот такой личинки. Поменяю ее на вертушку и попытаюсь обловить эти перекаты, потому что они достаточно сильные и просто не дают мне опустить мою приманку достаточно глубоко в этих сильных перекатах. А блесна типа вертушки на оси инлайн с этим справляется получше. Поэтому нужно менять и пробовать. Только что Вадим успел достать одну маленькую форель, которая только что у меня перед глазами отпала в воду, поэтому не успел заснять ее для вас. Но тем не менее я меняю приманку на вот такую вот вращающуюся блесну и подаю прям в поток. Да, блесна однозначно намного лучше справляется с этим течением. Особенно когда делаешь заброс апстрим, то есть вверх по течению и стягиваешь ее к себе. Играет она спокойно и естественно, что очень важно для рыбы. Течение не сбивает ее игру. Намного лучше проходить по сильным перекатам вращающейся блесной. Но тем не менее Вадим поймал свою рыбу на силикон. Небольшая, но уже форелька. У меня пока что выходов нету, но будем пробовать. Вот, собственно, первая малышка. Сезон открыт. Форель Карпаты. Наша ежегодная традиция ловли дикой форели. Какая же красивая рыба. Совсем маленькая, но посмотрите на ее цвет. Какая же она красивая. Маленький тигр. Спасибо вам, Карпаты, за такие эмоции. А эту малышку очень быстро отправляем обратно. Пусть подрастает. Обожаю Карпаты, друзья. Здесь душа просто отдыхает. Даже такая небольшая рыба приносит вам эмоции на весь год, на два года вперед. Словами это не передать, не сравнить ни с какой другой страной. Здесь особая атмосфера. Не зря мы сюда возвращаемся каждый год. Это просто мечта. Второй запрос. Тот же перекат. Смотрите. Еще одна небольшая форелька. Совсем малышка. Давайте ее даже доставать с воды не будем. Чтобы меньше ей вреда приносить. Уважайте, друзья, природу. Старайтесь не причинять ей ущерб и не наносить вред. Привет. Вот такая вот красивая малышка. Давай, давай. Чтобы через год ты была в три раза больше и радовала нас новыми эмоциями. Ой, друзья, вот это азарт. Я сразу проснулся. Уже думал, что будет сегодня такой пассивный день, но нет. Самая бурлилка в самом таком эпицентре источника этой воды. Поклевки жадные. Давайте еще раз попробуем. А вдруг третья поклевочка сразу. Заброс вверх по течению. Самый эпицентр этого переката равномерная проводка приманки. Проходим быстрый участок. Свал более спокойное окно. Я прям как судьбойный комментатор, но эфи у нас нет. Но все равно где-то для отрывки поймать с одного переката. Это даже неплохой результат. Итак, друзья, мы заметили новые перспективные на наш взгляд места. В первую очередь, высокий камень, который создает эффект водопада. Под которым есть, во-первых, тень. Во-вторых, бурлящая, насыщенная кислородом вода. Сначала мы обкидаем более быструю воду, где есть небольшой водопад. Где есть бурлилка, как мы это называем. Потом левее, где спокойная вода. Только что у Владика была поклевка. Именно на выходе с этой быстрой воды. Вадик ловит сейчас на силикон. На маленькую личинку белого цвета. И потом последним местом будет левее сюда. Под ту стенку, которую я сказал. В теньке, в спокойной воде. Проверяем, смотрим, где будет рыбка отзываться. Нету поклевок. Меняем место. Уровень воды, сравнительно с прошлым годом, немножечко упал. Поэтому рыбку нам приходится искать при ямках только. Вадик уже две маленькие форельки поймал. Причем два заброса подряд. А ну давайте я попробую. Это значит, что в этом участке рыба сейчас или голодная, или злая. Вот такие вот небольшие перекаты спереди. Давайте проверим. Нету рыбки. Попробуем на дальний перекат туда кинуть. Вот так вот. Есть! 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 Ну это... Это было ожидаемо. Давайте спустимся к воде. Совсем небольшая такая малышка попалась мне. Красивая рыбка. Очень красивая. Плавная, равномерная проводка. Не спеша совсем на грани срыва. А когда течение уже поворачивает вашу приманку, оно помогает вам запускать вашу блесну быстрее и активнее. Поэтому вращать ручкой катушки не нужно сильно интенсивно. Интенсивно мы вращаем ручку катушки только когда ловим upstream. Сейчас же я забрасываю поперек течение и вот на паузе, поворачивая по стокам воды, моя приманка ускоряется. Ловим на вертушку, на самодельную вертушку. А ну вот туда под елочки вообще кинем, на тот берег. И в том дальнем перекате сделаем проводку. Нету. Вадим поймал тоже небольшую малышку. Пошли посмотрим ближе. Не очень интересно, на что он поймал. Давай, Вадим, показывай, какую приманку использовал. И расскажи, в каком месте поймал. Как мы и заметили ранее, вся рыба стоит в основном потоке мелких камушков. Бросаешь вертушку туда upstream, медленная-медленная проводка и вот такая вот красотка. Вот такая вот малышка клянула на вертушку в самом перекате. Быстрее будем отпускать. Бывают такие моменты, когда вот я там две рыбы подряд поймал. Вадим две рыбы подряд поймал. А потом просто не менее хорошие, удачные места вообще не приносят результат. Я уверен, что рыба здесь есть. Но мне кажется, что просто в какой-то определенный момент она закрывает свой рот и не хочет плевать. Я до сих пор продолжаю ловить на блесны вертушки. Вадим же перешел на резину, на более пассивные приманки. Будем смотреть дальше. Возможно, рыба стала просто пассивной и Вадиму удастся ее выманить на имитацию личинки. Не хочет. Не хочет плевать рыба совсем. Рыбку мы сегодня поймали уже. Ловим совсем недолго. Но уже по пару хвостов, пару карелек мы уже поймали. Но это не та рыба, за которой мы сюда приехали. Мы в ожидании большого и цветного красивого тигра. Я надеюсь, эту миссию мы выполним и покажем достойного противника. Горную, дикую, карпатскую и большую форель. Да, Вадим? Энтузиазм просто зашкаливает у Вадима. Как и мой шнур после вертушки. Да, так тоже, друзья, бывает иногда. Когда используешь вращающиеся блесны, очень легкого веса и кидаешь против ветра. Здесь слетает маленькая петля, а подкрученный шнур, который закручивается немного с помощью вашей вертушки. В общем, это все соединяется и образовывается борода. Поэтому будьте внимательны. Если у вас здесь образовалась маленькая такая петелька, спустите весь шнур и уберите эту петельку, плотно намотав шнур обратно на шпулю. Тогда борода не образуется, так как это только что случилось у меня. Но ничего страшного, если внимательно и спокойно это все распутать, никакого вреда вашему шнуру это не принесет. И можно продолжать дальше вашу рыбалку. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, заметно похолодало. В Карпатах это обычное дело, когда ты раздеваешься до майки, до шорт, прошел метров 200, зашел в тенек и теперь охота одеть и штаны и кофту. Очень здесь климат переменчив. Да и вообще, чуть ты поднялся выше или спустился ниже в горах, климат может отличаться очень сильно. Большие контрасты, поэтому вам совет рюкзаки всегда с собой держать, запасные теплые вещи для подстраховки. А еще лучше дождевик или какую-то курточку. Ну что ж, друзья, сегодня день был достаточно результативным, но можно было бы и лучше. Пока что рыба совсем маленькая. Она есть, она активная, но где же большие трофеи? Завтра будем пораньше просыпаться, ехать, искать перекаты поглубже. Я надеюсь, там сможем найти пару больших тигров и показать вам. Так что на сегодня достаточно. Будем отправляться домой. Как-то так. Ну что, Вадим, какие у тебя выводы и планы на завтра? Завтра попробуем преодолеть дальние перекаты, там где и побольше глубина, и там больше поток воды. Поэтому, возможно, там есть крупнее рыба. В прошлых годах мы там всегда ловили какую-то изюминку поездки. Поэтому попробуем уделить завтра максимально этим местам. Проверили быстро места, которые в доступе, грубо говоря, под домом. Есть мелкая рыба, мы ее словили, как бы первый азарт утолили. Поэтому сейчас нужно укрупниться и следить, что это более крутое. Поэтому завтра целый день будем проводить там. Ну да, мы сюда приехали за трофеем, за полосатым, как Вадим называет, тигром. Поэтому будем упираться в большие перекаты. Я думаю, завтра половим там на воблерах в основном. Я надеюсь, поймаем достаточно, вернее, достойную форель для Карпат, который можно будет гордиться и вспоминать еще ровно годик. Ну что ж, друзья, доброе утро. Сегодня у нас день номер два. И цель у нас сегодня покрупнее. Прошли мы уже километров семь. Новая локация, новые места в поисках глубоких перекатов, больших камней и, само собой, большой рыбы. Сегодня будем упираться в приманки типа воблера, иногда вертушка. Потому что будем облавливать сильное течение, большие перекаты. Соответственно, эта приманка там справляется лучше. И попытаемся агрессивной проводкой выманивать именно большого хищника. Потому что мы сегодня должны поймать трофей и показать вам. Ну что, пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, почему здесь вода красного цвета? Это означает, что вода насыщена какими-то минералами или же сюда просто банально что-то попало и создало такой красный цвет? Не, ну видно, что в этих вот окнах вода осталась в изоляции, в такой ловушке. И она просто красного цвета. Интересно. Очень комфортно ловить воблерами поперек речки. Вот когда вы видите такие вот каскады, каменные трещины поперек речки, как раз именно воблерами очень хорошо их облавливают. Вон туда под веточку. И потихоньку, потихоньку такой неспешный твичинг. Можно придерживать в укромных местах воблер. Он все равно имеет свою игру на течении. Таким образом облавливать более внимательно перспективные места, где может прятаться форель. Выводите к перекату. И здесь чуть-чуть придерживаете. Пару движений кончиком спиннинга и придерживаете. Если рыба есть под камнем, она выйдет и атакует вашу приманку. Вниз по течению тоже очень комфортно воблером облавливать. Вы банально можете удерживать воблер на струе возле перспективных мест и он уже будет иметь свою игру. А потом постепенно перескакивать и двигаться дальше. Таким образом, не спеша облавливать хорошие, на ваш взгляд, места. Вот тоже заметно в том месте, где бурлилка, прям черное пятно. То есть течение вымола там яму достаточно глубокую. Вода насыщена кислородом. Само собой, это место в первую очередь нужно облавить внимательно. Но пока что поклевок нету. Мы прошли уже пару километров точно вдоль реки. Пока что получили только одну поклевку и одну небольшую, совсем маленькую, реализованную фарельку. Но сегодня у нас цель найти большие глубокие перекаты и упираемся в воблера, чтобы поймать, как Вадим называет тигра, большую, пятнистую, дикую, карпатскую фарель. Да, места хорошие, но рыба почему-то не отзывается. Я уверен, что она здесь есть. Возможно, она просто совсем не хочет брать приманку. Ну и есть, конечно же, такой вариант, что все-таки она куда-то скатилась или вниз, или вверх по течению. Пошли дальше. Пошли дальше. Пока я тут вожусь с небольшой форелью, Вадим там вдали бахнул какого-то достойного экземпляра. Сейчас сделает пару видео накатиков и будет отпускать. Потом посмотрим. Даже отсюда я видел, что рыбка хорошего размера была, давала хороший бой, сопротивление. Вадим немного с ней повозился и достал. У меня было несколько сходов, несколько выходов. Визуально я видел эту рыбу. Сейчас вот поймал небольшую такую. Но вот именно в этой ямке были выходы достаточно крупной форели. Была одна атака, скорее всего, она укололась, поэтому уже не хочет реагировать еще раз на мою приманку. Я уже поперебирал и воблера, и вертушки, и силикон здесь. Но все-таки обратно вернул вертушку и поймал небольшую форельку. Поставил вертушку сейчас ту, что делал я своими руками. Та, что у меня загружена вольфрамовым сердечником. Потому что из-за ее веса я могу ее проводить достаточно глубоко. А если вам видно, то здесь большой приямок. Поэтому я стараюсь провести мою приманку очень медленно и поближе ко дну. Но пока не видно. Не видно реакции рыбы. Медленно-медленно вращаю свою катушку. Уже и так, и так. Со всех горизонтов, со всех углов подачи приманки меняю. И апстрим, и вниз по течению. Ну давай. Не хочет, не хочет, а релька, скорее всего, наколол я ее. Все, Вадим выпустил рыбку. Очень интересно взглянуть, что же ему там попалось. Я надеюсь, он это успел записать. Дистанция между нами очень большая, поэтому возможности побежать, посмотреть и помочь ему заснять этот экземпляр у меня просто нету. Пока я туда доберусь, рыбку нужно быстро-быстро выпускать. Нету времени на это все. Одна за одной. Клюют мелкие форельки. И еще пару батончиков села на крючок и сошло. Не могу понять, почему. Эх, друзья, как же сложно передать те эмоции. Это удовольствие, которое испытываешь здесь. Вам нужно обязательно здесь побывать. Вот как-то даже сложно назвать все происходящее здесь рыбалкой. Для нас это не только традиция, а можно сказать ритуал. Эти ранние подъемы. Когда на небе еще полно звезд. Заварить утреннее кофе у реки. Эти бесконечные километры вдоль рек. Так, неописуемые красоты вокруг и умиротворяющий шум реки. Реки, в которой живет самая красивая рыба. Форель. Форель рыба, которая имеет очень сложный характер. Форель, преодолевая бесконечно сильный поток воды, научилась охотиться и выживать в такой агрессивной среде. И не раз проверяет нас на терпение и прочность. Бывает, нужно пройти не одну сотню метров или даже пару километров, чтобы соблазнить ее на поклевку. Пожалуй, только самые терпеливые и настойчивые могут целый день охотиться всего за пары поклевок этой рыбы. Форель часто меняет свои места стоянки и охоты. За несколько лет нам так точно и не удалось найти объяснение, с чем это связано. Да, и каждый год мы для себя открываем все новые и новые перекаты и приманки. В поисках пятнистой рыбы у тебя всегда меняется картинка перед глазами, не меняется только настроение. Это состояние сложно объяснить словами. Лучше просто посмотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok поставил я воблер покрупнее вот такой вот 4 5 грамма 55 миллиметров цвет натуральный под форельку как известно что форель у нас каннибал своих собратьев не стесняется тоже кушать по крайней мере атаковать из-за агрессии а нас это устраивает главное чтобы клевала при выборе воблера для ловли форели в горных реках чаще всего мы отталкиваемся от его геометрии и веса наилучше подходят воблера класса minnow в размере от 35 до 65 миллиметров в тонущем исполнении при ловле в таком сильном течении тонущий воблер более стабильно держит струю и отлично играет на паузе перекачиваясь сбоку на бок выбор цвета всегда идет в пользу натуральных цветов или те которые имитируют окрас форели чаще всего это встречается в облирах японского производства основная проводка это твичинг серия коротких рывков удилища чаще всего без остановок или с короткими паузами все это подбираем под конкретное место и активность рыбы пока что участок реки без больших заглублений без больших перекатов все вот такими вот неглубокими каскадами как вы видите сзади но мы стараемся найти при ямке их внимательно обловить впереди нас уже ждут большие камни большие перекаты я надеюсь что удача нам там улыбнется зацепы бывают крайне редко воблер упирается лопаткой в камень делаете от отстрел и приманка освобождается очень редко воблер зацепляется крючками за какую-то ветку которая застряла под камнями а так вообще без проблем в принципе если отстрелы не помогают освободить вашу приманку есть только один выход конечно же воблер очень часто контактирует с камнями поэтому и краска на воблерах недолго служит и крючки периодически не забывайте менять потому что они об камни все время контактируют и тупятся поэтому чтобы долгожданный трофей ваш не сошел не забывайте периодически посматривать на ваши крючки на ваших приманках в этом месте заметно что рыбы меньше но в размере она покрупнее перекаты побольше глубина побольше но количестве рыбы меньше надеюсь что будет здесь где-то ждать нас и достойный трофей очередная небольшая форелька от вадима на силикон небольшая жизнь за волка весом один грамм всего лишь реализовал молодец «вадим» так тоже так тоже так тоже Проловили мы сегодня почти весь день на воблера и вертушки. Вообще рыба очень пассивная. Пришлось, мы были вынуждены перейти на силикон. Ну и сразу же пошли поклевки. Только что тоже небольшая форелька у меня сошла. Точно с того же места, где Вадим поймал. Вадим поймал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже вот такая вот совсем маленькая форелька не постеснялась клюнуть на достаточно крупный воблер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Несомненно, поймать больше десяти форелей за два дня, на каждого это уже неплохой результат для маленькой речки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и, как говорится, не рыбой единой. Здесь есть чем насладиться помимо рыбалки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, пожалуй, не для нас. Проехать тысячу километров, чтобы не устать от поимок рыбы, это не про нас. Чтобы попасть на результативную рыбалку, нужно в данный момент было серьезно потрудиться. У нас не было другого выбора, как что-то радикально поменять. По дороге домой обсуждаем варианты радикальной смены места и поиск новых точек на совершенно новой для нас речке. А вдруг повезет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многим из вас знакомо это чувство при подготовке на рыбалку. Да еще и в те места, в которых ты ни разу не бывал ранее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бессонная ночь в ожидании чего-то нового и неизвестного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что же подготовила для нас новая река? Это оставалось загадкой. Загадкой, которую мы сможем разгадать спустя сотню километров через туманы и неописуемые красоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А шум реки и ее виды бодрят лучше, чем любой крепкий утренний кофе. Впереди у нас целый день, бесконечная река и, надеюсь, незабываемая рыбалка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Новая для нас река встретила не только бодрящей прохладой, а и ощущением перспективной рыбалки, на что постоянно указывали легко читаемые места. Здесь очень много приямков, закоряженных мест и отвесных скал. Решаем для себя придерживаться тактики передвижения апстрим. Так будет лучше всего и правильнее изучать новые места. В качестве поисковых приманок выбираем исключительно воблера, которыми комфортнее и быстрее проверять перспективные участки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У меня есть вот такой вот быстро тонущий воблер, который я хочу сейчас положить между два вот этих водопада и дать ему паузу опуститься максимально низко, ближе ко дну. Ну и, соответственно, сделать проводку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держим паузу, опускаем воблер, опускаем еще. Пару колебаний и еще опускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно глубоко ушел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубина, да? Нет, нет. Хуху-хуху! Ох и бодренькая дала. А ну да, я пройду. Ох, и места. Пошли дальше. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть? Вот это рыбалка у нас сегодня. Я знал, что если в первых два дня у нас не сильно сложилось с рыбой, то мы обязательно наверстаем и найдем ее. Водим на грани баланса. Достанет рыбу или упадет в воду. Делаем ставки. Вот так вот полез отцеплять свой воблер. И думаю, раз уж намочил ноги, заметил там небольшой приемок, думаю, сделаю еще один забросик. Видел, как форель прям под самые ноги сопровождает мой воблер. Сделал паузу. Была такая красотка вот на крючке. Субтитры создавал DimaTorzok К слову, говоря о паузах, в этот день мы только подтвердили свою теорию о том, что при проводке воблера атака форели следует в момент остановки приманки. Это выглядит, как пару резких рывков и с паузой одну-две секунды. В этот момент воблер подхватывает течением и благодаря своей геометрии он начинает падать ко дну, перекачиваясь сбоку на бок. Забегая наперед, скажу, что абсолютно всех форелей в этот день мы поймали благодаря этому наблюдению. Это четко отслеживалось в прозрачной воде. Как форель выбегает из укрытия и преследует воблер. Стоит только остановить приманку на долю секунды, как сразу же следовала мгновенная поклевка. Наилучший типаж воблера под такую ловлю мы определили воблера класса Minnow, которые максимально напоминают форму малька в тонущем исполнении или в версии Suspender. Свои коробки собираем по простой цветовой гамме. Чаще всего это приманки в натуральных цветах, имитирующие мелкую рыбу или цвета максимально схожие к окрасу форели. Благо ассортимент сейчас позволяет выбрать то, что нравится вам и что понравится рыбе в определенный период времени. В идеале заменить все крючки на безбородые одинарные или прижать бородки на крючках. Так мы будем наносить минимальный вред рыбе, которая сможет и в дальнейшем радовать нас своими поклевками. Лучший выбор для ловли в горных реках это комплект класса Ultralight Light. В нашем случае мы использовали удилище с тестом не превышающим 10-12 грамм и длиною до 2 метров. Легкие катушки в размере 2500 по классификации Shimano и весом до 200 грамм. Шнуры в диаметре 0,4 по японской классификации. В обязательном порядке используем поводок из клюрокарбона в диаметре 0,18, который в первую очередь служит невидимым участком перед шнуром, а также защищает от абразива в виде камней и веток, которых в горных реках предостаточно. В качестве приманок выделили для себя три основных типа. Блесны вертушки. Это в первую очередь самая поисковая и стабильная приманка на умеренно спокойной воде с небольшой глубиной. Воблеры класса Minnow в размере 40-50 мм. Используем для сильных перекатов и больших глубин. И силиконовые приманки. Используем их реже всего, но когда рыба крайне пассивна, иногда поймать получается только на резину. Пока что у нас небольшой перерыв и немножко расскажем вам и поделимся насчет того, что мы используем в кухне легкохода, скажем так. То есть суть какая? Нам с собой всегда нужно взять что-то перекусить, а зачастую мы проходим очень большие дистанции и соответственно таскать на себе большой казанок и тому подобные аксессуары для того, чтобы приготовить кушать, ну нет такой возможности. Поэтому наша кухня максимальный лайт, самая нужная, ну и компактная. Я использую вот такой вот газовый баллон, маленькую совсем вот такую маленькую 25-граммовую титановую горелку. Потом вот такой вот алюминиевый чайничек. Очень легкий, компактный, а что самое классное то, что вот этот газовый баллон входит сюда внутрь и все вот эти, та же горелка, огневая или зажигалка, все сюда помещается и закрывается. То есть в принципе моя походная кухня помещается в вот этот вот небольшой чайничек. Это все, что я с собой беру. Весом, наверное, грамм 400 всего в кучу. Так, что мы готовим? Покушать мы с собой берем типа сублиматов. В магазинах очень много подобных продуктов. Разные супы, в данном случае это булгур. До этого мы кушали, что мы кушали до этого? Кус-кус. Кус-кус до этого был. В общем прикольные штуки на самом деле, недорого стоят. Это каша, там есть овощи сушеные, иногда даже какие-то признаки мяса. Достаточно вкусно и, что самое важное, разнообразно. Компактно, одна такая вот упаковка, это одна порция на одного человека. Можно взять разные вкусы, не приедается, не надоедает и достаточно полезно и легко для вашего организма во время похода. По весу лайт, кухня минимального веса. Ну а остальные продукты там уже по желанию берем с дома, если есть возможность какого-то мяска. Да, овощей и тому подобного. Вадим использует горелку в разы больше. Она комфортнее в том плане, что она более устойчива. То есть можно поставить больше чайник, кастрюльку, даже взрослый большой котелок можно поставить сюда и приготовить на нем кушать. Моя же горелка в разы меньше. Видите в сравнении. Она компактнее, вес. То есть для моих целей хватает, чтобы закипятить вот такой вот чайничек или же чашечку кофе сделать. С головой хватает. Занимает место вообще минимум. Эта чуть-чуть побольше, но она и покомфортнее. Ну и у Вадима их баллон тоже был в размере побольше, потому что мы его брали, его вариант кухни мы брали с собой в более дальние походы на более длительный период. У меня же такой максимальный лайк. Конечно же с собой берем какой-то пуэрчик, чай, кофеек, чтобы потом можно было после длительного похода, как сейчас, где-то присесть вот так вот за чашечкой кофе и отдохнуть в теньке. Дать своим ногам немножко восстановиться, набраться сил, покушать и дальше в бой. Субтитры сделал DimaTorzok. Форелька каннибал, клюнула на форельку маленькую. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и различных полезных аксессуаров. В первую очередь должна быть удобная обувь. В нашем случае мы пришли к тому, что идеально с собой иметь две пары. Удобные кроссовки и легкие тапочки, в которых без проблем можно в случае надобности перейти по воде. В качестве одежды то, что комфортно вам, но в обязательном порядке. Теплое термобелье и дождевик или влагостойкая куртка в рюкзаке. В рюкзаке также в обязательном порядке имеем всегда микроаптечку в виде пластырей и бинтов, набор легкой походной посуды и туристическая газовая горелка. Перерыв на кофе в горах – это нечто. Да, и легко можно приготовить теплый перекус при наличии соответствующих продуктов. Дневной рацион собираем с вечера. Из расчета на целый день. Все индивидуально. Для себя выделили удобные варианты в виде овсяных хлопьев, сухофрукты, орехи для перекусов. Ах да, вяленое мясо и сало нигде не открывают свои вкусовые качества лучше, чем у реки в горах. Важным аксессуаром здесь будут поляризационные очки, которые помогают вам качественнее изучать реку и не напрягать глаза днем. Небольшие поясные сумки служат в качестве хранения коробок с приманками, флюра и телефона, чтобы можно было сразу запечатлеть трофей. Сказать, что мы были удивлены рыбалкой, это слишком мало сказано. Полная смена локации и реки позитивно отразились на нашем настроении, так и на настроении рыбы. На протяжении целого дня рыбалка была максимально динамичная и зрелищная. Постоянные поклевки и выходы рыб за приманкой только и мотивировали двигаться дальше. А неописуемые словами пейзажи здешних мест мы не уставали поедать своим голодным взглядом. Порой рыбалка уходила на второй план и мы попросту падали на ближайший камень и могли молча просидеть некоторое время, любуясь по-настоящему дикой рекой и природой. И все-таки какое счастье, что есть возможность хоть раз в году провести здесь несколько дней. Уже ближе к вечеру поклевки рыбы участились, а на одном из перекатов мы увидели ее. То, ради чего был и проделан весь этот путь. Из самой глубины за воблером вышла рыба нереальных размеров. Не знаю, мандраж ли сыграл, но эта рыба с виду показалась около полуметра длиной. Поклевки не произошло. В глазах азарт и дрожь в руках. Но мы ее еще обязательно поймаем. Редактор субтитров А.Семкин Как раз выматывал приманку и хотел кинуть под ногами под вот этот вот камень. И рядом выматывая свою приманку, она бахнула. Давайте еще раз проверим здесь же. Вот, буквально оттого. Солнце пряталось за горизонт. Нужно отправляться домой. Ведь завтра нас ждет новый день и новые приключения. Друзья, ваши варианты. Кто это мог быть? Смотрите. Размером, ну, не меньше моего кулака. Друзья, мы снова в пути. На пути к новым местам и к нашим долгожданным трофеям. Настроение, как всегда, на высоте. Да и какое оно еще может быть при этих видах из окна. А также, когда тебя ждет целый день рыбалки на дикой реке. Еще вечером собираем в целое всю информацию, полученную за предыдущие дни, и решаем четко облавливать похожие места, в которых были поклевки. Не отвлекаться на сильно мелководные участки. А так сказать, в быстром темпе максимально находить активную рыбу. Сразу же выложили все приманки, кроме воблеров. Воблер, в нашем понимании, подходит для быстрого облова лучше всего. А также, зачастую, самые увесистые рыбки попадаются почему-то чаще всего на воблера. Ловить решаем четко только абстримом. Желание поймать настоящую трофейную королеву здешних рек иногда казалось выше, чем горы вокруг. И для этого придется пройти не один километр. А также приложить для этого немалые усилия. Но, пожалуй, для нас за пару дней это стало уже девизом. Впереди целый день рыбалки, целый день новых приключений. Ого-го! Шикарно, да? Вот там вот. Просто идеально. Надо абстрим, да. Ча-то интересно. Продолжение следует... Сегодня непривычно солнечное и теплое утро встречает нас на реке. Рыбалку начали с вкусного крепкого кофе, сваренного прямо у реки. Вот сколько раз между собой общались, да, и вам хочу напомнить. Форелевая рыбалка – это нечто иное. Здесь совсем не хочется спешить. Здесь нет задачи наловить огромное количество рыбы. Да и вовсе рыба здесь является просто индикатором правильности наших действий. Ведь дорогого стоит побыть несколько дней наедине с природой. И эти слова можно понять не просто, как половить в одиночестве, а реально не встретить за целый день на рыбалке никого. Только ты, шум воды, горы вокруг и мысли в голове. Для себя уже давно определили форелевую рыбалку, как некий род медитации. Когда, несмотря на большие физические нагрузки, отдыхаешь как морально, так и физически. Чего советую и вам хотя бы раз испытать. Но поверьте, разом это не обойдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спустя несколько километров наш выбор тактики принес первые плоды. Первые поимки начались, когда мы начали подниматься выше. Форель с жадностью атаковала наши воблера. Размер рыбы нас не удивил. Но мы и не собирались сдаваться. Достаточно неплохая форелька сейчас плюнула. Сразу же ушла в камни. Сразу же ушла в камни. И завела шмут. Немножко я подергал и вывел ее с этого утретия. Хороший, хороший экземпляр. Смотрите, какая красотка. Опа! Уже под самый вечер проклюнула неплохая рыбка. Надеюсь, еще у нас есть где-то часа полтора до заката. Я думаю, еще половина. Навели шуму. Рыбка уже побаивается. Она есть, выходит, но клевать не хочет. Уже насторожилась. Вадим поймал там форель. Соответственно, шуму немного навел. В чем плюсы быстрого твичинга upstream? Потому что течение сносит вашу приманку. Если вы будете делать равномерную проводку, то течение будет смывать быстрее вашу приманку навстречу вам. А если же вы делаете хороотичный твичинг, то воблер в этот момент разворачивается в стороны. Тем самым немного замедляет, затормаживает вашу проводку и не так быстро проходит перекат. Соответственно, это еще один из плюсов. Помимо того, что во время твичинга хорошо дразнится рыбка. Поэтому проводка выглядит зачастую именно так. Быстроил такой вот мелкий твичинг. Если вода более-менее спокойна, или же вы ловите не upstream, а поперек течения, то можно делать не так часто удары вашим удилищем. Делать небольшие паузы. И рыбка атакует. Вот форелька пошла-пошла-пошла вдоль стенки, вправо скатилась вниз. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. И вот. Спасибо. одна за второй, одна за второй, очень крутое место мы нашли, уже четыре поклевки, две рыбы, продолжаем работать дальше. Ну еще заметили, что не всегда полезно давать паузу для форели во время твичинга, у нее есть время на раздумие, а когда делается вот такой вот быстрый хаотичный твичинг, она вылетает с под камня, это визуально очень часто видно, потому что вода как зеркало прозрачная, очень часто она вылетает с под камня, провожает и не раздумывая атакует, потому что твичинг быстрый и у нет времени на то, чтобы думать или атаковать или же упустить свою добычу, поэтому иногда быстрый твичинг тоже здесь срабатывает. Друзья, раздача за раздачей просто, уже рядышком прошли немного метров 10, просто котел, на каждом забросе вылетают вот такие вот неплохие форельки, смотрите красавица какая, уже наверно штук с тем поймали с одной ямы опис United, вылетает трубой шорелка. Продолжение,发生. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Осторожно, очень осторожно Сделала удар, развернулась Стала сбоку и смотрит Разделал твичин еще раз Она подошла, еще раз ударила Развернулась и ушла Потом я повторил забросы в то же самое место Она не хотела атаковать И я запустил приманку прям течением Завел прям под сам камень И там уже она не поленилась, видать защищала Своё гнездо атаковала мою приманку Очень красивая рыбка Небольшого размера, но достаточно бойкая Сейчас осторожно снимаем Имя с крючка и выпускаем Время летит здесь очень быстро Солнце спряталось за горы И это сразу стало ощутимо Пришлось доставать из рюкзаков Теплые вещи Ловить оставалось буквально полчаса До темноты А еще предстоит дорога обратно А ведь знаете, по темному возвращаться В диком лесу то еще приключение Да и еще как назло Началась полоса неудач Сначала Вадим подскользнулся на камне Благо, что слегка пострадала Только косметика катушки Поэтому еще раз напомню Про осторожность передвижения вдоль реки Камни здесь очень скользкие И не стоит спешить Потом я зацепил свой рабочий воблер Хоть это и расходный материал Но терять рабочего бойца не хотелось Здесь уже за каждой приманкой Своя маленькая история Следом за мной и Вадим уже стоит по пояс в воде Доставая свою приманку Ну это как бы явно река нам намекает Что нам пора отправляться домой Решаем сделать еще пару контрольных запросов И отправляться домой Отдыхать и готовиться к завтрашней рыбалке Редактор субтитров А.Семкин У нас однозначно трофей Это самая большая рыба Со всех, что мы видели Вот это трофей Это мечта Это мечта, друзья Это рыба Вот это рыба Вот это достойный трофей Вот это рыба Я сразу сказал Там капец Только я сказал это Чуть-чуть по-другому Но там да Вот это лосось У Вадика руки трусятся Друзья, это незабываемая поездка Однозначно Ты сказал, что нам нужно поймать Мы приехали сюда по кого? По тигра И мы словили его Вадик сказал, мы должны поймать большого тигра Вот, вот Посмотрите На контрасте той рыбы, которую мы ловили до этого Это нереально большой размер Это очень большая форель Для дикой карпатской форели Очень большая Ребята, просто нет слов Я желаю каждому пережить такие эмоции Которые только что получил я Это рекорд Это рекорд всех наших поездок Единственное правильное решение Даже неправильное Единственное, которое может быть с этой рыбой Нанести минимум ей вреда И чтобы она ушла в родную стихию Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, второй паровоз Вторая поклевка Второй трофей Посмотрите на этот размер Посмотрите на эту рыбу Ох, красота какая Вот это да Вот, друзья, то, о чем мы говорили Нужно было поймать тигра И Вадим это сделал Это просто самая большая форель За всю нашу, за все наши рыбалки В диких условиях В этих Карпатах У меня самого мурашки Я считаю, что эту рыбу мы поймали Не Вадим, а мы Я это пережил не меньше, чем он Меня самого ошколбасит сейчас Просто эта рыба визуально вышла Она чавкнула ротом прямо с воды Я увидел, я начал кричать Я думаю, на камере все слышно Что Вадим, там просто жесть, а не рыба Вадим такой, ну я видел поклевку, но какая она не видел И он бросает второй раз И просто бешеная поклевка А дальше вы все видели Меня до сих пор колбасит Не знаю, как Вадима Аналогично, колбасит до сих пор Перед этим сделал проводку Клюнула в самом потоке рыба Я по ощущениям услышал, что рыба не маленькая Я еще сказал Жене Блин, там рыба реально нормального размера Но она сошла Сделал чуть заброс левее Выматываю воблер уже с самой бурлилки При этом, когда воблер вылетел из воды Я увидел всплеск Думал, может быть показалось Может быть поток воды Потом смотрю бурун Женя говорит, ты видел? Я говорю, я рыбу не заметил Так как я стоял прям в воде по колено Потому что я зацепился перед этим воблером Он говорит, там просто нереальная рыба Ну и мне не оставалось больше ничего Как сделать запрос еще раз туда Она села, когда я увидел этот красный хвост Желтое тело, я просто офигел Я не поверю, что форель бывает такого размера Это просто кайф Это просто кайф Давай пятерку Вот эта миссия выполнена А потом зак «пай зацепиться» Пока что не смотрел я опять Не Rancho Просто миска Я тоже смотрел я Сейчасallas Я говорю, я буду енерал, я гида я сделал Я гида Я говорю, я буду Ну что, друзья, сегодня у нас, пожалуй, была шикарная рыбалка Одна из лучших в нашей жизни по ловле дикой форели И что может быть лучше, чем закончить этот вечер, попарившись хорошенько в бане И покушать сочный шашлык Вадим сейчас будет заниматься шашлыком, а я буду распаривать баню Самое время отдыхать Сокременькое Сокременькое Затем сортина Сокременькое Добавляем сахар Терпение Класс Сокременькое Класс Класс Как говорил мой папа, зачем кушать хлеб, если есть мясо?